Озоновый слой разрушает полярное сияние. Об этом сообщили японские ученые. С помощью сверхтехнологичных инструментов они выяснили, что завораживающие природные явления не только красивы, но и крайне опасны. Истощая озоновый слой, северное сияние могут катастрофически повлиять на глобальный климат. Если вода – источник жизни, то озоновый слой – ее защитник. Это часть атмосферы, находящаяся на высоте от 20 до 40 километров от поверхности и содержащая в себе высокую концентрацию озона. Именно благодаря ему угубительное ультрафиолетовое излучение Солнца не может проникнуть на поверхность Земли, сохраняя жизнь всему живому. Но в этом слое есть и дыры. Впервые снижение концентрации озона было зафиксировано около полувека назад. Несмотря на то, что основной причиной истощения озонового слоя является промышленность человека, ученые Ногойского университета в Японии установили, что его также разрушают полярные или по-другому северные сияния. Это свечение верхних слоев атмосферы происходит оно следующим образом. Земля, как планета, обладающая магнитосферой, защищает нас от интенсивного солнечного ветра. И заряженные частицы солнечного ветра, двигаясь вдоль магнитных линий Земли, вторгаются в атмосферу и происходит это вблизи магнитных полюсов. И такие вторжения сопровождаются свечением. Тропическую часть планеты от заряженных частиц защищает магнитосфера. Там озоновый слой либо вообще не разрушается, либо происходит это очень медленно. Как уже было отмечено, вблизи магнитных полюсов Земли заряженные частицы все же вторгаются в атмосферу, образуя сияние. Там они задерживаются, а затем вновь освобождаются в части атмосферы, только уже со стороны поверхности Земли, а не от Солнца. И его отсутствие лишь усугубляет этот процесс. В условиях продолжительной полярной ночи озоновый слой истончается максимально. Причем озон и разрушается, и создается именно ультрафиолетом. То есть солнечная радиация имеет тут ключевое значение. Разрушение озонового слоя может серьезно повлиять на глобальный климат. Уменьшение концентрации озона в атмосфере может значительно понизить температуру воздуха, а также увеличить заболеваемость рака. В худшем случае полное исчезновение озонового слоя просто-напросто убьет всю экосистему планеты. Однако достоверно утверждать о последствиях нельзя. Говоря про интенсивность процесса разрушения или процесса накопления озона, Важно отметить, что в настоящее время надежных данных на этот счет нет. Но регенерация озона происходит, и существующие данные показывают, что озоновые дыры имеют свойство менять свою площадь, при том как в большую сторону, так и периодически в меньшую. Таким образом восстановить озоновый слой можно. Уже сейчас человечество старается контролировать выбросы вредных для атмосферы веществ. Диана Желенкова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова